Чтобы мы могли его вставить туда внутрь. И примеряем. Так, руки подрезать, она заходит. Так, руки подрезать, она заходит. Так, вот теперь мы по нашей бумажке отрежем кусок копейки, через который и переведем наш текст. И переводим его карандашом. Так, руки подрезать. Так, руки подрезать. Полученную надпись подправляем для себя, если что-то где-то плохо видно. Вот, и теперь прорезаем сначала косяком, чтобы отбить грани. Проверка делается чуть-чуть под наклоном внутрь. Прорезаем. 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 И выбираем овальной стамеской. Имена писать. Это, ну, прошла последние годы. Вот это. Как вот кружки, там Саша, Оля подписаны, да, с именем. Точно так же и пряники уже, я видел, начали делать, именно с именами. То есть это не то, что там, скажем, дома кто-то имеет там, что именно. Вот, а это именно чисто такое, как сказать, коммерческое применение. Ага, идет Саша, увидел пряник Саша, надо взять. А так, чаще всего там, значит, было написано как, скажем, дата, очень часто была. Ну, там чаще всего шло только лишь один год. И предприятие кого? Ну, скажем, как вот у нас вот идет сейчас вот знаменитый Тульский пианик, да? Там надпись, там, Тульский, допустим. А там шло надпись конкретно, там, скажем, Куберния такая-то, там, Купец или кто там. Даже не имя того, кто резал именно, а именно кто заказывал. То есть пряничную форму заказывало или предприятие, которое торговало потом пряники. То есть это была своеобразная реклама предприятия. Либо же тот, кто пек эти пряники. Съел пряник, понравился. А какой пряник съел? Знаешь, какой пряник съел, какого завода? Не понравилось опять зряга, знаешь уже, какие пряники можно покупать. Все, видно сразу же. И так подряд все буквы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одна из самых главных вещей, да? Это довести его до кондиции, до конечного вида изделия. А конечный финиш чаще всего что бывает? Это либо покраска, либо хорошая шлифовка с покрытием дальнейшим. Но самое главное, что идешь, вообще забыть, что такое лак. Лаки у нас никогда не использовались. И никогда ими никто не занимался. Если вот с нормальными рельщиками пообщаться, да? Они вообще не знают такого... Такой вещи, как лак. У них только воск. Только восковые покрытия. Ничего другого они не признают. Еще раз повторюсь, при прорезке косяком косяк должен быть наклоненным. То есть эту сторону проводите, наклон делается в эту сторону. А вот эту сторону наклон делается опять же вот в эту сторону. Для чего это делается? Для того, чтобы пряник лучше выходил из пряничной формы. Помимо, так же лежать по нам больше. Долгать Ghom, так же. Прецедактор inaugур than in the beginning of theственной формы. Похам. Подожди, глянь. Поприкань. Похам. 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 Похама. Похам. Похам. Ну вот, форма готова к варке в масле. В масле ее отваривают для того, чтобы она не боялась воды и лучше отставала тесто. У нас стоит на плитке масло, разогревается в емкости. Напускается вновь. Если пошли пузыри, значит масло готово. Желательно, чтобы практически перестали идти пузырьки. То есть выдавилось полностью оттуда весь воздух или хотя бы уменьшился их поток. Хотя, в принципе, минуты-двух для пропитки хватает. Вот оно уже, поток уменьшается постепенно. Уже нет того кипения, которого было. Вот эти всплески, это когда слишком близко ко дну прижимаешь. Вот оно, масло уже практически впиталось все в брусок. Точно так же поступаем и со второй пряничной формой. Как отпускаем сразу же, видишь, как активно кипит. Вообще, вот те, кто будут пользоваться этим способом варить в масле, именно следить за температурой масла, потому что если его перегреть, будет обугливаться древесина. И может даже загореться. Потому что каждый должен знать, что температура обугливания древесины это 212-214 градусов, а температура кипения масла свыше 260. А то, что мы сейчас видим, у нас происходит там с маслом, оно не кипит, это просто воздух выжимается из формы. Идет замещение кислорода маслом. Идет замещение кислорода масла. Вот таким образом изготавливались пряничные формы. Еще даже в древние времена также обрабатывались маслом, после чего они могли служить очень и очень долго. Все экземпляры, которые были изготовлены при записи этого диска, отправляются в Жуковскую палату ремеслев. В музей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова